Здравствуйте, это Рынки. Зачем следить сегодня? В студии Константин Бочкарев. Мы обсуждаем главное событие недели для рубля российских и зарубежных акций. Но, конечно, говорим про сегодняшнее открытие торгов на московской бирже, которое пройдет в позитивном ключе. Мы видим, что фьючерс на индекс РТС прибаляет 0,4%, фьючерс на индекс Мосбиржи плюс 0,5%. И вот этот оптимистичный настрой, который был на прошлой неделе в Азии, где местные фондовые индексы суммарно выросли на 3%. Лучшая динамика за, пожалуй, последние 7 месяцев. Так вот, рост сегодня в Азии продолжился, хотя, может быть, к европейской сессии он немножко замедлился, но все равно. Японский Nikkei плюс 0,5%, Австралия и Южная Корея плюс 0,25%. Гонконг нулевая динамика, хотя акции высокоскалоничных компаний в Гонконге сегодня дорожали на 3,25%. Ну и надо сказать, что тема, конечно, усиления регулирования в различных частях китайской экономики, она сохраняет актуальность. Были публикации Bloomberg и CNBC о том, что последние шаги китайских регуляторов включают усиление давления на соцсети, коммерческие платформы, которые публикуют вредоносную экономическую информацию. Есть также предложение поведения системы рейтингов для стриминговых компаний. На этой неделе в центре внимания будет Китай. В контексте индексов деловой активности в производственном секторе эта статистика выйдет в среду. И вот этот оптимистичный настрой в Азии, а также во фьючерсах на американский фондовый индекс, конечно, он продиктован пьяничным выступлением главы ФРС Джерома Паула в рамках симпозиума в Джексон-Холл. Выступление прошло позитивно для финансовых рынков. Во-первых, не было какого-либо стресса, такой где-то может быть даже мягкой риторики, предел с Джерома Паула. Он допустил, согласился с тем, что до конца года можно начать сокращение программы выкупа облигаций. Интрига, когда об этом будет объявлена в рамках сентябрьского заседания или ноябрьского ФРС. Ну и другой положительный момент, что все-таки ушла неопределенность, хотя бы частично. И Джерома Паула, кстати, разделил очень четко сокращение программы выкупа облигаций и повышение процентных ставок в США, отметив, что до последнего еще очень далеко. На фоне этого, видите, NASDAQ, S&P 500 в пятницу как раз обдали рекордные максимумы. Если так посмотреть, итоги августа они позитивны для рынка США, но и доходность трежера из 10-летних снизилась примерно на 4 базисных пункта. В общем, так или иначе, выступление Джерома Паула поддержало рынки, и в том числе получается российский, а также рубль. Из корпоративных историй, РБК Инвестиции утром нам пишут о том, что сразу три компании, это Tesla, Amazon, Samsung выступили против сделки между чипмейкерами NVIDIA и AM. Об этом, собственно, написало издание британское The Telegraph, сославшись на источники. Вот британская газета пишет о том, что сделка между производителями полупроводников угрожает конкуренции. Amazon и Samsung подали протест, против сделки американским регуляторам. Я напомню, что слияние компаний NVIDIA и AM должно было как раз состояться, там, объем сделки 40 миллиардов долларов, должно было стать крупнейшей сделкой на рынке разработчиков чипов. О ней стороны еще говорили в сентябре прошлого года. Уже тогда сделка вызвала беспокой со стороны ряда компаний, потребителей полупроводников, как Apple, Google, Microsoft, Qualcomm, Huawei. И вот эти компании говорили о том, что сделка по мнению NVIDIA и компании AM, она может быть вредоносной для конкуренции, может угрожать и иметь важное значение для их бизнеса. В общем, многие испугались, что при помощи технологии AM чипы NVIDIA станут более конкурентоспособными, в то время как другие компании доступ к разработкам компании AM могут как раз потерять или столкнуться с ограничениями. А мы уже с вами говорим о значимых событиях этой недели. Сегодняшнего дня вместе с экспертом Валерий Безуглов, руководитель направления аналитических решений Альфа-Инвестиций, присоединяется к нам. Валерий, доброе утро. Доброе утро. И сразу первый вопрос. Что ждать от российского рынка акций после выступления Джерома Паула в Джексон Холл? Какие самые значимые события для нашего рынка российского акций рубля на этой неделе? Ну, прежде всего, конечно, стоит ждать умеренного позитива, потому что озвученное Джеромом Паулом на симпозиуме было достаточно позитивно для глобальных рынков. Мы не увидели там никаких негативных заявлений. Все было в рамках ожиданий, что, конечно, безусловно, будет способствовать росту, в частности, и российских бумаг. Оптимистично, Валерий. Другого от вас не ожидал. 4 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи. Мы это увидим, не знаю, в преддверии 22 сентября или после. Когда эта цель будет достигнута? Ну, вы знаете, я думаю, что все шансы увидеть 4 тысячи пунктов у нас, безусловно, есть. К тому же здесь уже довольно недалеко осталось. Но с точки зрения сроков здесь, в общем-то, сложно говорить о каких-то конкретных днях. Но, безусловно, у нас есть позитивные триггеры ввиду отчета «Газпрома». У нас есть очень сильная статистика с банковского сектора, что, в общем-то, позволит рынку двинуться дальше. Хорошо. Тогда про окончание сезона корпоративной отчетности сейчас поговорим. Вот по поводу значимых факторов для нашего рынка на этой неделе я напомню, что 1 сентября будет заседание ОПЕК+. Есть слухи, спекуляции. Министр нефти Кувейта об этом говорил о том, что, может быть, и не надо повышать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки из-за коронавируса и других факторов. Ну и в пятницу отчет по рынку труда США также прольет свет на политику ФРС. Валерий, вы упомянули, что «Газпром» у нас сегодня отчитывается, об этом пишут РБК «Инвестиции». Как раз и «Газпрома» читается как раз сегодня. 300 рублей на отчетности «Газпрома» мы пробьем. И какой она представляет интерес? 300 рублей, как прекрасно, уже было. Да, мы имеем шансы закрепиться выше этого уровня. Поскольку уже, исходя из примерных расчетов, мы можем иметь порядка 15 рублей полугодовых дивидендов. И в итоге по году, наверное, можно увидеть рублей 35, с учетом того, что второе полугодие еще более успешное для компаний с высокой вероятностью. И, конечно, здесь, что самые главные факторы, которые влияют на стоимость газа в Европе, они заключаются сейчас в том, что у нас достаточно невысокая заполняемость хранилищ. И, конечно, цены на газ, в общем-то, до конца этого года, скорее всего, будут достаточно на высоком уровне. Валерий, другое имя, которое сегодня отчитается, это «Аэрофлот». РБК Инвестиции пишет, что прогноз чистая прибыль даже 2 рубля 4 копейки на акцию, выручка 123 миллиарда рублей. Ждем отчетности за первый полугодие, за второй квартал от «Аэрофлота». Вот эта история акций «Аэрофлота», когда они уже полетят вверх на фоне, не знаю, открытия экономики, границ адаптации к пандемии, вот эта ставка на окончание пандемии, когда она сработает? Ну, вы знаете, если вы хотите ждать прям резкого взлета «Аэрофлота», то, конечно, для этого было бы неплохо признать «Спутник Ви» в Европе. Но это пока вопрос или времени, или политики. Что касается других факторов, то компания, в общем-то, постепенно восстанавливается после кризиса, так скажем, прожигания денежных средств, которые с баланса еще имеют место быть, уже очень существенно снизилась. И, конечно, любые вещи, связанные с открытием дополнительных направлений, прежде всего зарубежных, которые являются наиболее машинальными, они, конечно, будут способствовать вот этому триггеру. Поэтому это, в общем-то, долгосрочная история с текущих уровней, либо нужно ждать новостной поток для какой-то более краткосрочной идеи. Валерий, на этой неделе еще масса имен. Сегодня система отчитает «Вилон», «ЛСР», на этой неделе группа компании «Пик Девелопер Самолет», «ВТБ» по российским стандартам за предыдущий месяц может в ближайшие дни отчитаться. Кто еще вам интересен? Вот кого будете продавать клиентам? Кого отслеживаете, мониторите по отчетности, по котировкам? Ну, вы знаете, отслеживаем, конечно, все, что есть. Но что касается наиболее интересного, конечно, стоит сейчас обращать внимание на «ВТБ», потому что эта компания является одним из бенефициаров текущего восстановления банковского сектора. И, конечно, там феноменальные отчетности уже выходят. Также, конечно, интересна группа компании «Пик». Она интересна не только тем, что, в общем-то, сектор девелопмента сейчас чувствует себя достаточно уверенно, но прежде всего тем, что компания имеет шансы попасть в ноябре в индекс МСРШ, что приведет к крупным притокам потоков денежных фондов. Да, там есть другие конкуренты во главе с ММК, например, с «Русалом». Но, тем не менее, в общем-то, это существенно достаточно поддержка в настоящее время для акций «Пика». И мы видим, как, в общем-то, бумага это и отыгрывает. Спасибо за экспертизу. Валерий Безуглов, руководитель направления аналитических решений «Альфа-инвестиции», участвует на нашей программе. Мы с вами уже о российской валюте сейчас поговорим. Нулевая динамика рубля к евро – 86,80. Одну десятую рубль против доллара теряет 73,60. В моменте после «Жирома Павла» мы, по-моему, 73,40 видели. Сегодня 30-е число уплата налога на прибыль. Такой символический фактор поддержки для рубля в среду аукционного ФЗ. И в пятницу Минфин озвучит объем покупок валюты в рамках бюджетного правила на ближайший месяц. Плюс понедельник-вторник в «Фокусе» с точки зрения геополитики будет такая история, как встреча президентов США и Украины. Ну и, конечно, среда, вот 1 сентября, заседание ОПЕК+. Ну, по факту заседание, наверное, тоже какая-то доля неопределенности уйдет. И рублю, может быть, где-то будет полегче. Но в целом российскую валюту мы едем стабильно. Диапазон 73,76 на протяжении всего текущего года мы только и видим. Мы с вами ждем открытия торгов на московской бирже ростом примерно на полпроцента по самому индексу Мосбиржи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова